Приветствую вас, я отвечу вам на ваш вопрос так. Существует у человека биополь? Биополия это такая субстанция, да, я с ней не очень знаком, но знаю, что биополия есть у человека в каждом. Оно замеряется, оно доказано, насколько я знаю официально, официальной наукой биополия у человека есть. Так вот, у других людей, у некоторых людей существует возможность на эти биополя воздействовать своим биополем. Я честно скажу, я не знаю как это происходит, я не знаю как это работает, но то, что есть люди, у которых имеется врождённая способность воздействовать на чужие биополя, это факт. И вот, всё научно, всё научно, что-то касается реального изменения, реального изменения биополя другого человека. Проблема заключается в том, что во всех сферах, которые вы описали, существует изрядная доля самовнушению. И отличить самовнушение от реального изменения биополя, ну, порой бывает сложно. Поэтому возникают сомнения, поэтому возникают двоякие толкования, поэтому возникают конфликты и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Я думаю, я думаю, что вот так вот можно ответить на ваш вопрос. То есть, именно в том, что касается изменения биополя. Не больше и не меньше. Вот. А что ещё иметь право на существование? Да ничего, на самом деле. Больше ничего. Многие эзотерики, многие специалисты по магии и так далее, работают исключительно как интуитивные житейские психологи, используя просто какие-то базовые знания о психологии, приобретённые, как правило, случайным образом. Кто-то, может быть, даже целенаправленно изучает психологию, чтобы потом заниматься именно предсказываниями, там, и так далее. Вот. Что есть, нам, по моему мнению, по моему мнению, в эзотерике, да, в магии существует только исключительно система биополей. И если, если биополе подвергается изменению, то есть, если человек может, реально может изменить биополе другого, вот, то это научно. Это научно имеет основание именно вот с точки зрения объективной реальности. Вот. Другое дело, что отследить это практически невозможно. Вот. А так, посмотрите, посмотрите, например, хотя бы у нас на ресурсы, да. Да, чтобы быть магом, эзотериком, не нужно иметь диплом, на самом деле. Это же не просто так. Это же не случайно. Мать. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот так вот. Продолжение следует...